ну поехали у нас сегодня капитал 2 том 2 отдел глава 7 первое дело мы разбирали что такое кругооборот капитала как он бывает сейчас перейдем что же такое оборот капитала сам себе в прошлых главах мы разобрали что физическое производство прежде всего когда мы берем деньги вкладываем производство товаров товар продаем получаю больше деньги с прибыли то есть действие деньги товар деньги штрих и есть кругооборот также мы рассмотрели что там есть другие кругооборот когда есть у нас допустим производства мы на этом производстве запустили производство товаров товары продали за деньги потом купили расширенное производство но принципе для сути дела никакой разницы нету поэтому мы будем рассматривать на данном этапе только формулу деньги товар деньги штрих по производству потом говорим еще в третьем томе мы еще к этому вопросу вернемся и так какое же время занимает этот оборот когда деньги превращаются в товар а товар мы продаем и получается опять деньги с прибавочной стоимостью ну традиционно все начинается самого простого момента когда что у нас человечество первым делом производит это продукты питания то есть самое главное нашей жизни это сначала себя накормить а потом уже производить всякие автомобили табуретки и тому подобные вещи опять же экономическая наука начиналась в европе поэтому что у нас в европе вот по весне посадили зерно летом его поливали осенью собрали урожай получается у нас в год один капитал совершает один кругооборот то есть мы вложили деньги в зерно и зерно посадили вырастили продали подороже получили прибавочную стоимость соответственно время оборота капитала сельском хозяйстве именно по выращиванию зерно получается один год но тут есть нюансы есть вещи которые допустим не в течение года вырастают кустарники берем малину малина двухлетние растения мы в этом году посадили урожай мы собираем только в следующем году соответственно кругооборот производства малины занимает уже два года не один есть еще более сложные вещи какие-нибудь фруктовые деревья до яблони посадили через 10 лет собрали только урожай то есть мы вложили деньги через десять лет получили товар продали получили деньги с прибылью то есть кругооборот у нас закончился на протяжении 10 лет есть обратная ситуация да когда мы берем какие-нибудь сады из оливков или каштанов каштаны оливки да то не знаю готовы они растут тысячелетиями буквально есть очень старые деревья до сих пор которые в европе растут еще со времен древней греции приносит плоды соответственно в течение жизни ты приходишь уже в готовый сад собираешь сразу же плоды то есть не надо ждать целых 10 лет дело происходит гораздо быстрее также есть ситуация если мы берем глупо только сельское хозяйство когда кругооборот проходит не только в год или он может быть несколько раз в год если где-то хороший климат какой-нибудь там китай и вьетнаме и таиланде там урожай по три раза в год соответственно кругооборот когда мы вложили деньги в товар товар продали может происходить три раза в год в три раза быстрее но это хорошо с первого взгляда да когда мы посадили пшеницу вырастили пшеницу казалось бы один год цикл но и там есть свои сложности есть такие виды пшеницы называются зимы их не весной садят их садят осенью собирают следующей осенью то есть вроде бы как цикл оборота капитал у нас опять время занимает год но не с начала года до с конца одного года до конца следующего года возникает вопрос как же правильно считать количество оборотов капитала не только в сельском хозяйстве как касается этой и остальной промышленности опять же все мы живем дома в домах у нас есть отопительный сезон отопительный сезон начинается осенью заканчивается весной то есть тоже кругоборот получается какая-нибудь котельная вкладывается осенью покупку угля чтобы весной продать последние остатки тепла из получить на этом деньги несмотря на все это большое многообразие мы изучаем как раз диалектику для всего этого дела чтобы понимать что все течет все изменяется соответственно для простоты для упрощения всей схемы как кругоборот мы берем что из денег у нас получается товар и продажа товара дает деньги штрих то есть прибавочную стоимость так и кругооборот мы берем среднем за год то есть если мы капитал прогоняем за год то соответственно у нас время оборота один год если у нас три урожая в год мы соответственно совершаем три круга кругооборота вот это касается вообще всего производства не обязательно чисто капиталистического количество оборотов есть любой абсолютно формации хотим и того или не хотим но цикличность год и количество оборотов он примерно везде одинаково зачем нам надо знать время оборота что это нам дает капиталист когда вкладывая деньги он хочет получить как можно больше прибыли соответственно чтобы получить как можно больше быстрее прибыли надо не только количество товара увеличивать но и время его оборота то есть самое идеальное что какая-нибудь лавка по продаже не знаю булочек да ты купил муки испек булочек тот же продал тот же получил деньги соответственно оборот в один день 365 дней в году 365 оборотов в год с числом оборотов можно сделать еще очень интересный вывод вот мы вложили в капитал сельское хозяйство за год он у нас обернулся принес прибыль или мы вложили наш капитал в какой-нибудь тоже сельское хозяйство но где-нибудь в таиланде где-то три урожая в год и вопрос что делает капиталист да когда у него есть деньги куда ему вложить деньги в производство сельского хозяйства где-нибудь там в россии где один урожай в год это не обязательно или где-нибудь в таиланде где три урожая в год ну соответственно для капиталиста логично что надо вложиться в таиланде три раза прокрутить капитал и три раза получить больше прибыли но к сожалению или может быть даже наверно к частью да это не работает вот опять же у нас стал вопрос по импортозамещению как условия капитализма заставить капиталистов вкладывать свои деньги производства россии сельское хозяйство где один урожай в год они в таиланде где-то три урожая в год для этого вводится специальный термин норма прибыли мы о нем уже говорили до прошлых головах и чуть дальше могу не опять же говорили о том что норма прибыли во всех отраслях стремится к уравновешиванию то есть при капитализме за счет того что не все могут урожая собирать в вьетнаме таиланде в теплых странах по три урожая в год надо собирать урожая еще и в россии вот чтобы выравнивалась норма прибыли и там и там была одинаковая есть куча всяких нюансов куча всяких экономических преподав которые эту норму прибыли выравнивают опять же мы будем говорить об этом дальше до что в итоге уравновешивается прибылью и в тех отраслях где круга оборот занимает один год и там где он занимает три раза в год и там где он крутится каждый день из этой же главы мы сразу же поступает отступаемся к следующей главе где будем говорить о том что есть основной капитал и оборотный капитал это как раз оборотный капитал который у нас будет совершать круг в хозяйстве да опять же сельское хозяйство и берем мы понятно мы купили зерно посадили вырастили продали это у нас выходит оборотный капитал но для того чтобы посадить зерно нам же нужна специальная техника которая будет это дело обслушивать земля требует удобрение охраны соборы защита от ветра от влаги и всего угодно соответственно это уже оборотный капитал основной капитал вот эти вот два момента две формы оборота капитала мы рассмотрим следующей главе а на этом принципе данная глава заканчивается она достаточно коротенькая небольшая есть какие-нибудь вопросы товарищи в чате тоже можете вопросы задавать сразу писать да это мы возвращаемся было в первом томе и мы к ней еще раз вернемся во втором и в третьем томе да то есть они то что было изложено в самом основном первом доме все основные моменты он будет раскрываться этот момент каждым тома то есть сейчас в первом томе мы смотрели как вообще что такое нормопринт были до считали как раз по формуле что мы вложили деньги произвели товар продали товар получили деньги с прибылью оттуда издержки производства вычили которым как раз начали рассматривать и первого во втором томе и вот эта разница выраженная в процентах есть норма прибыли новых отраслях как правило которые только открываются где рынок еще не занят там норма прибыли может быть высокой 100 и 200 и 300 процентов а в тех областях когда они уже производства работает не первый год а уже давно там правило норма прибыли падает бывает 10 процентов норма прибыли считается сейчас очень даже хорошей на каких-нибудь старых европейских рынках там и 5 процентов норма прибыли уже очень очень хорошо то есть то сколько мы денег получили обратно после вложения за вычетом всех расходов это как раз про это знаменитая цитата из первого тома капитала что капитал становится сначала при 30 процентах оживленных там при 100 готов сломать себе голову при 1000 готов пойти на любое преступление это как раз вот оттуда 300 ну я к сожалению дословно уже не помню мы капитал читаем уже не первый год чем интересна норма прибыли да она в капиталистическом производстве стремится к уравновешиванию как только какая-то отрасль производства становится особо выгодная допустим электроника буквально недавно была в сверхприбыльной отрасли все туда ломанулись все активно начали вкладывать своих деньги производства товара электроники электроника продавалась большой маржинальной радость разница большой нормой прибыли приносила много денег как только много денег влилили в электронику соответственно там началась конкуренция пошли банкротства пошли разорение кто-то не выдержал конкуренции продал свой заводик соответственно норма прибыли упала и за счет у таких вот скачков норма прибыли они делятся примерно во всех областях плюс-минус одно и то же было когда-то выгодно амд немецкая фирма вложилась завод по электронике купила крутой завод по электронике все трак бах кризис 2008 года по моему по моему 2008 года и свой завод по производству микросхем которые не так радостно купили и взяли и продали потому что обанкротился там не только клоны они делали там просто производствами фабрика производству чипов чипов большого формата то есть прежде всего то видео и процессоры для компьютеров ну похуже не похуже вот конкуренция была все туда ломанулись новую нишу немного большая высокая норма прибыли и ну примерно везде такси да все мы знаем такси ездят у нас тут хлоп все ломанулись такси агрегаторы очень народ начал резко много ездить на такси и спокойно вот смотрите рынок быстро весь занялся норма прибыли была высокая зарплату у таксистов были высокие все было хорошо прошло несколько лет зарплату таксистов упали норма прибыли упала парк у таксистов сильно просел машины стали похуже и произошло то же самое капиталисту по сути неважно куда вкладывать деньги строительство в электронику в такси примерно прибыль везде более менее одинаково разница лишь только в том что она чуть-чуть прыгает туда-сюда и в погоне за сверхприбылью за лишними процентами вот как раз капиталисты бегают из одного угла в другой пытаясь перекладывать свои деньги из одной отрасли в другую получить там соответственно большую норму прибыли но опять же про норму прибыли мы как-нибудь потом поговорим не к этой главе у нас сейчас просто время оборота вот как можно увеличить уменьшить точнее время оборота увеличится соответственно число оборотов можно производство запустить круглосуточно там две в три смены соответственно соответственно капиталисты нанимают в два раза больше рабочих и они работают круглосуточно можно интенсивность труда увеличить чтобы рабочие работали быстрее соответственно свой процесс они будут делать быстрее если для допустим сельского хозяйства это не актуально ну ты можешь конечно картошку посадить пораньше в апреле месяц или в марте но быстрее она от этого больше не возрастет животноводство ты конечно можешь там активно там не знаю в корову запихивать траву трамбовывать но толку от этого не будет не сильно много а в промышленности пожалуйста повышенная интенсивность труда и пожалуйста больше товаров за меньшее время сокращение времени оборота соответственно число оборота возрастает прибыль возрастает автоматизация тоже также ведет к тому что время сокращается число оборотов возрастает прибыль растет какие там еще можно автоматизацию сокращение рабочего дня приведет к обратному эффекту хотя тут кстати тоже очень интересный момент если рабочая смена короче человек меньше устает меньше до больше работает и эффективность выше меньше ошибается меньше брака в этом плане можно посмотреть на наше предприятие очень многие где работают по смена смены есть двух типов где по 8 часов 3 смены или по 12 часов как правило жадные капиталисты стараются по 12 часов смены сделать чтобы они как можно больше произвели товары как можно меньше им заплатить потому что опять возвращаясь к первому тому чем больше рабочее времени работы тем больше прибавочного времени у него воруется недавно группе у нас была хорошая статья по этому поводу как раз подсчет за восьмичасовую смену и за 12 часовую смену там можно посмотреть в цифрах сколько человек вырабатывает вот за 12 часов он приносит гораздо больше прибыли капиталисту чем зарабатывает сам при восьмичасовом рабочем дне капиталист получает меньше рабочий в этой доле прибавочной стоимость себе оставляет больше соответственно капиталистов вопрос как как же быть рабочих в три смены или две смены гонять да две смены хорошо они работают но больше прибыли приносит но если допустим у вас какой-нибудь порт там грузчиков держите но грузчик если 12 часов будет грузить тяжесть он там же и помрет на этом пирсе поэтому лучше смену конечно сократить если высокотехнологичное оборудование где надо обращаться с ним крайне осторожно и бережно там естественно тоже 12 часовая смена просто заходит дорогостоящее оборудование и его ремонт обойдется гораздо дороже поэтому время длительность рабочего дня также влияет на количество оборотов если в сельском хозяйстве хотя кстати насчет сельского хозяйства есть такие примеры очень хорошие а даже не сельское хозяйство есть мне после дома пивной магазинчик очень классный замечательный всем рекомендуют отключаю там электричество планово ремонтные работы планово отключают электричество на весь рабочий день но с 8 до 5 пивнушка работает с 10 до 10 ну как и везде что говорит хозяин пивнушки продавщицу ты приходи 10 как обычно она типа чё я буду делать электричество нету касса не работает продать я пиво не могу но ты все равно приходи там будешь сидеть она так зачем чё буду здесь делать света нету топления нету мне холодно будет ну ты приходи что-нибудь сделай понятно что пиво человек не продаст никто его не купит а платить по безналу не смогут . тупо не работает но желание капиталисты заставить работать работать не имеет никакие границы разумных пределов поэтому сельском хозяйстве до могут заставить картошку соединить в апреле а еще лучше в марте глядишь она быстрее вырастет понятно естественно мы берем с кровавой кубичках рабочие да потому что пивной магазин это услуга оказание услуги но тем не менее человек приходит на работу сидит просто так без какой-либо пользы главное получить его прибавочное время с точки зрения капиталиста он считает что магазин же открыт все время соответственно больше времени он работает больше времени работает больше прибыли приносит хотя если разобраться логично должно быть все наоборот если магазин закрыт до пяти вечера пока свет не включить никто пришел пиво не купил то все потом после пяти прибегут и разово быстренько все раскупят и разбегутся гораздо выгоднее по той простой причине что время оборота будет меньше меньше время обороты меньше издержек меньше потратит электричество там связи оплата на терминал там все всего всего остального прочего гораздо выгоднее сокращать как раз время работы в данном случае но нет всегда есть призрачная мысль о том что вдруг свет дадут пораньше в магазинах поработает подольше а клиенты возьмут убегут в соседний магазин экипирую купят у тебя у конкурентов ты останешься без ничего вот примерно такая ситуация какие же есть вопросы про число оборотов и время оборотов того что время надо сокращать обороты надо увеличивать тем самым получать большую прибыль когда можно увеличивать это число оборотов до даница если зерном мы не можем увеличить количество оборотов по факту то допустим какой-нибудь яблочные сады мы можем увеличить потому что я была не выросла но есть определенный срок лет десять-пятнадцать пока на хорошо было носить потом она становится бесполезным его надо спиливать соответственно что в грамотный садовод делает он каждый год садят яблони там каждый год или старые спиливает а новые него уже подходят у него цикл круглогодичный непрерывный то есть в принципе в принципе при большом желании можно это дело активно торопить зерновые да почему садят это время и озимы и яровые сорта пшеницы это тоже увеличивает оборот оборот увеличивается время оборота сокращается соответственно число оборотов сокращается прибыль вырастает тоже очень выгодно прибыль вырастает тоже очень выгодно